Всем юнород, с вами Сильвис. Это обзор на котейку в Террисленд. Честно говоря, по классу у меня специфические настроения, и я буду рассказывать о всех его минусах и плюсах сегодня. Но перед началом очень важная инфа. Вот сейчас не проматывай, да слушай. Смотри, короче. Очень популярный челик, озвучкер. Многие его из вас знают. Ну, он озвучивает аниме, у него довольно большой канал на ютубе. В группе по Террисленду в комментариях написал, что если будет 115 лайков под его комментарием, он сделает обзор на игру. Нам с вами это всем важно, поэтому, ребзя, кто еще не вступил в группу, вступаем в группу. И по-братски, ссылочка на пост в описании внизу, лайкаем, коммент человека. Потому что нам важно привлечь в эту игру больше русского комьюнити, чтобы захватить какой-нибудь русский сервер и устраивать там гражданскую войну, хотел сказать. Ну, короче, устраивать там интересные игры между собой. Вот. Так что, если у тебя есть ВКонтакте, и ты, допустим, супер куда-то не следишь, и группы тебе не нужны, просто по-братски зайди, поставь лайк. Ну просто, ну надо. Ну а мы с вами давайте будем рассматривать, что это за кит, как он рычит, и что он умеет. Итак, разбираемся со спеками. У него есть спек ДД, как, кстати, неплохой, и спек танка, который все хейтят, но на самом деле танк хороший, просто на нем нужно нажимать много кнопочек и следить за много чем. Фишка Зандерра. У тебя есть вот такая пассивка с двумя шкалами. Красная набирается за счет автоатак, синяя набирается за счет комбо-поинтов. То есть, например, вот Wild Strike 10 бистоланса кдшит, здесь у нас нет кд, на четверке у нас и 40 бистоланса, и 40 санити. То есть, левая это санити, правая это бистоланс. Фишка в том, что бистоланс разгоняет твои автоатаки, твою скорость. Основной преференс атрибут у него комбо, то есть, если вы разгоните себе комбо-атрибуты, вы сможете чаще сбрасывать эти скиллы и чаще юзать дополнительные скиллы в виде троечки, потому что троечка доступна только тогда, когда есть бистоланс и санити. То есть, она консюмит, расходует 50 бистоланса и наносит больше урона за счет санити. То есть, когда у вас обе шкалы заполнены, вы ее скидываете, вы наносите больше урона. Если вы подошли к таргету и не дамажили его автоатаками, у вас не накопилось красное, урона будет меньше. Ну, грубо говоря, такой вот комбо-билдер. Wild Strike. Его первый скилл, который дает 10 бистоланса, и у него есть 2 заряда. То есть, его можно будет 2 раза сбросить. Дамаг у него посредственный. Ну, судя по процентам посредственный. На самом деле, дамаг неплохой, с учетом того, что вы сбрасываете его дважды. Далее. Axe Zander. Восьмиметровая штука, которая кидает топорик, дает 22 санити. И, собственно, тоже 2 раза атакует. У нее тоже 2 чарджа. Далее. Earthquake. Earthquake офигенная штука, которая дамажит очень немало. И 290% от атаки плюс 500 на мид-левелах сейчас это урон свыше 1000. Для сравнения, мой прист сейчас на 36 левеле выше 1000 бьет одним скиллом, который нужно заряжать. Это мгновенка, у которой кд 35 секунд. Она дает 40 и бистонса, и санити. То есть вы ей заполните шкалу, ну, до определенного левела, и там уже разгоняться будете. Cyclone. Просто ауешка, которая, ну, типа, не очень сильная. Тут, в принципе, у многих классов в игре ауешки не сильные, они апгрейдятся. То есть вы можете у некоторых классов прокачать увеличение урона, у некоторых классов откат за количество задетых таргетов, у некоторых классов это будет меньше маны тратить и так далее. Zander Axe. Это обилка, которая сбрасывает ваш санити каунтер. То есть тут написано, что он расходует 20 бистонса и 20 санити. При этом, если у вас больше бистонса, он наносит больше урона и увеличивает количество атак. Как это работает? Работает следующим образом. Допустим, я вот набиваю себе сейчас комбо-поинты, накапливаю синенькую полосочку. Если у меня синяя полосочка накоплена вверх, в топ, ну, то есть вот этот скилл, это прокачиваемый скилл, то при полной красной полоске произойдет вот такая вещь. Он запускает над собой диски, которые каждый втыкается в таргет. Если полоска левая будет меньше, то дисков будет не 5, а, допустим, 3 или 2. То есть выгодно сбрасывать комбо-поинты этого класса, непосредственно накопив эту полоску. От этой полоски мы, в принципе, и будем танцевать, потому что нам нужно быстрее накапливать полоску, быстрее она будет накапливаться за счет атрибутов, которые влияют на эту полоску, ну, за счет статов, разгоняться с левелов. И, разумеется, чем быстрее она накапливается, тем больше вы сбрасываете вот эту штуку, потому что КД у нее 5 секунд. Идем далее. Скиллочки. Топовый скилл, то бишь бурст, у него раскрывает твой полный потенциал на 15 секунд, повышающий твою атаку на 15%, и дает Х2. Wild Strike. Получение бистолонса. То есть Wild Strike, это у нас первая обилочка, которая дает 10 бистолонса, то есть при бурсте он будет 20-20 его, собственно, заливать вам. Бурстуете, у вас повышается общая атака, и, типа, начинаете разгоняться, быстрее заполнять полоску, быстрее сбрасывать свой зандер акс. Геймплей на самом деле фейсрольный, потому что он, ну, вообще ни от чего не зависит. Вы, типа, подбегаете к таргету, начинаете бить ему лицо, разгоняетесь, сбрасываете кэпэшки, и как бы на этом все. Такой, знаете, типичный, типа, а-ля вар. По ультимейтам. Первое, без спринт, ускорение, как всегда. Второе, HP Up, штука, которая дает тебе возможность зарековерить 20% хп, резнуть. Тут, типа, встроенная фласка. Дальше, Слэм, это Интерапт. Лип, это, по сути, Чардж. Работает он следующим образом. У него довольно большой рейндж, и выглядит он вот так. Оп, боньк. Прыгаем к таргету к своему, и после прыжка мы его еще и замедляем. Очень неплохо. Далее, Зандершок ремовает все руты или контроли. При этом написано, что стан, он тоже ремовает. Штука, которая позволяет выйти из контроля. Так как это милишник, ПВП в частности, это основная его обилка. Я думаю, что использоваться она будет, если у тебя есть хил вместе с липом. Если у тебя нет хила, вместе с флаской. Вот. Снятие контроля очень хорошее. КД 60 секунд позволит вам забурстить своего врага. White Flying Axe. Кидает в таргет Акс, который вешает Deceleration, ну, то бишь, замедление, на 50% на 5 секунд. Рейндж 8 метров. Ну, на мой взгляд, замедление не имеет смысла, если у тебя есть лип, потому что лип, как бы, тоже замедляет на 30% на 3 секунды. Тут, как бы, такое. По талам. Фишка этого класса, так же, как и в ДД, так и в танке, в том, что у тебя есть таланты, которые разгоняют скорость и стакаются. И тебе нужно постоянно будет поддерживать всю эту херню. Например, вот тут на Виллстрайк шанс на дополнительный дамаг, который зависит от комбо. От комбо и критрейта. Это все аддитивно, и в целом этот класс будет разгоняться в комбо-поинты и в критрейт. По поводу изменения. Зандер Акс. Эта штука, которую я только что вам показывал с дисками, она изначально не вне морфа, является в Рос оф Сандер. Штука, которая, ну, на мой взгляд, хуже, чем морф. Объясню почему. Потому что здесь она консюмит 60 бисна и 60 санити, наносит 202%, и как бы она милишная. То есть тут 2 метра рейндж. Там на том скиле 8 метров рейндж. Так при этом она еще и не увеличивается. То есть если вы ушли в оверкап своей полоски бисна и санити, вы не нанесете дамага больше, вы просто потратите этот скилл. Поэтому гораздо профитнее морф сандер Акса, который потом будет увеличивать дамаг по таргету, стакаться. То есть чем больше у вас статов, разумеется, тем быстрее вы настакаете это все дерьмо, тем больше будете дамажить. Плюс к этому скорость еще повышает, а автоатаки, напомню, повышают нам красную полоску. В конце там дамаг увеличивается от комбо, и так далее. То есть это такой класс, который имеет разгон. И весь геймплей его заключается в том, что вы будете делать вот такую вещь. Вы будете DPS'ить в свой таргет своими комбо-билдерами и накапливать определенного вида статы и определенного вида поинты для того, чтобы сбросить эту всю тему. То есть, ну как я и говорил ранее, на мой взгляд, это какой-то такой фейсрольный класс, который, ну, либо недоработан здесь сейчас, либо почему-то многим не нравится, и его мало кто использует. Но в целом дамаг он может выдавать неплохой. У него стакается Тиринг Ваунд от всех этих комбо-шоков. У него имеется усиление в виде переапа полоски, которая позволит вам дамажить больше. У него хороший бурст в дамагере, который раскрывает весь свой потенциал класса, дает ему кучу атаки. У него неплохая мобильность, потому что он может ускоряться, может прыгать в таргеты. И в целом класс в плане дамагера довольно интересный. Но, еще раз говорю, вся информация с ЗБТ, поэтому конкретно котейка на ЗБТ почему-то, ну, очень редко используется игроками. Может быть, из-за внешнего мида, может быть, из-за того, что это, по сути, аналог война. Но вот ДПС спек у него я вижу крайне редко. А вот танк спек вот тут интересно. Что же такого интересного в танке Берсерке? Ну, во-первых, все объясняется одной фразой. Берсерк. Это значит, что этот чувак, ну, что, как себе представлять Берсерка? Это чел, который обычно разъяренный на лоу хп, с огромным двуручным мечом, с кубочкой газ. Но на самом деле, вся концепция класса заключается в том, что он никогда не будет на фулл хп. Во-первых, его обилки некоторые позволяют ему впитывать урон и впитывать больше урона, когда у него мало хп. Многие хилы жалуются на этот класс и говорят о том, что он супер ватный, что у него постоянно приходится хилить. Но, ребята, сейчас объясню. Пассивка. Пассивка, у него есть два комбо-билдера, которые увеличивают ему ледяные руны. Ледяные руны при активации получают редакшн эффект. То есть, вы сбрасываете эти ледяные руны скиллом и получаете дэмэдж редакшн, понижение урона по себе. Так вот, фишка в том, что, например, если прочитать описание вашего фрозенстрайка, фрозстрайка, извиняюсь, штука в том, что вы тратите 15 рун, наносите урон и гарантированно 65% дамаг редакшна по себе. Этот дамаг конкулируется в течение 5 секунд с количеством рун и так далее. Это фиксированный урон. А вот если мы возьмем Death Fight, то эта штука при активации повышает Dual Defense на 145 на 8 секунд и дает дамаг иммунити. Так вот, чем меньше у вас хп, тем выше дамаг иммунити. Это значит, что прожиматься на этом классе нужно супер грамотно. Этот танк, скорее всего, не хуже, чем паладин, а в некоторых аспектах даже лучше. Просто сейчас многие, кто его тестит, играют с не очень хорошим пингом. По крайней мере, я на Азии, ну так вышло, что я на Азии тещу, это все прочувствовал. Но если грамотно прожиматься этим классом, этим танком, то шанс умереть будет крайне низок. Просто потому, что у него дофига демошидашна, и дальше я буду это объяснять. С пассивкой разобрались. Первое, Chill Strike. Тука, которая дает вам 5 рун за использование, наносит урон, и увеличивает дуал-дефенс на 5%. Эффект стакается, и ричаржется 2 раза. Далее, Storm Flying Axe, наносит урон, дает 10 фрозен рун, и когда Акс летит к вам назад, это 8-метровая обилка, он восстанавливает вам 3% от максимального хп. Этот Акс в талантах морфится в какое-то дерьмо, которое увеличивает защиту, я его не морфил, почему? Потому что данный класс зависит от количества атак в секунду, то есть это берсерк, чем быстрее он атакует, тем больше он копит руны, тем больше у него демошидашна, и в талантах у него есть такие вещи, как например штука, которая, когда ваш страйк активен, она увеличивает фрозен руны на 4, допустим, штука, которая дает 6 фрозен рун после фроза страйка и гарантированно дополнительные 6 рун, штука, которая при чилл страйке увеличивает дуал дефенс, штука, которая при шторм флайн аксе увеличивает хп, которое вы себе повышаете и так далее, если потратить поинты на морф ветки во фрост кросс, на морф вашего шторм флайн акса на фрост кросс, то вы получите обилку, которая просто во-первых, дамажит меньше, чем флайн акс, во-вторых, она просто уменьшает дамаг от таргета вот сейчас важно, уменьшает дамаг от таргета next атаки, то есть, это штука, которая уменьшает урон от следующей атаки и кулдауну фрост кросса 10 секунд, то есть, вот этот морф, танки, которые играют с этим морфом, скорее всего, менее живучие, да, тут есть кд на 1 секунду х3, то есть, 7 секунд, здесь есть увеличение дамаг рефлекшена, редакшена, на еще на секунду, то есть, 6 секунд, и тут фрозен рун больше, но на мой взгляд, гораздо интереснее прокачать энг акс циклон и вместе с вот этой вот обилкой использовать ваш флайн акс, потому что флайн акс, он рейнджовый, он хилит вас, и у него кд 10 секунд, но это кд можно откатить с помощью дополнительных скиллов, о которых буду тоже говорить дальше, идем далее по скиллам, фрост страйк, дает 15 фрозен рун, наносит урон, и дает дэмэдж редакшн, дэс файт, я уже объяснял, фрост аутбрик, активирует фрост энерджи, увеличивает ваш стат глансинга на 10%, плюс 180, и увеличивает глансинг эффект на 10, и при этом фрозен руны тратятся медленнее, фишка этого, вот всего этого в том, что этот класс, как бы проще объяснить, он балансирует на грани жизни и смерти, то есть, когда берсерк фулл хпшный, он не может реализовать свои приколюхи, и оверхилить его нужно аккуратно, потому что, например, вот на стакл он себе обилку, да, топовые руны себе вфигачил, и хочет прожать, допустим, акс циклон, который, ой, фу, акс циклон, дэсфайт, например, который является хард сейвом, и вот он вроде бы сейчас лоу хпшный, прожмет акс циклон вместе с дэсфайтом, и получит себе дэмэдж иммунити, потому что он был лоу хпшным, а его выхилили, и он получит очень мало дэмэдж иммунити, поэтому этот класс, он, наверное, более взрослый танк, который обязан играть с хилом, который его понимает, который хилит его тогда, когда надо, который отслеживает его бафы, и в этом тоже небольшой минус игры, потому что бафы союзника я не особо могу отслеживать, когда нахожусь в рейде, то есть этот танк, он отличный, он хорошо дамажит, у него есть хорошие ульты, про ульты поговорим чуть позже, но он должен играться не с рандомами, ему нужно доверять, не нужно его оверхилить, не нужно его как-то сопровождать постоянно, он должен сам на своих жопомерах выезжать из файта, столько сам, иначе никак, иначе его основная фишка, она как бы теряется, потому что эта штука, она по факту разгоняется, ну этот спект, тоже, как и паладин, глансингом, глансинг это штука, которая увеличивается по процентам, и этот глансинг, он дает вам вот эти самые руны, глансинг это танковая штука, которая является накопителем, так вот, тут есть и увеличение глансинг рейта, и увеличение получения рун, и отхил, и штука, которая позволяет абсорбить иммун к дамагу, и штука, которая увеличивает эффект глансинга, то есть если разогнать этот класс в глансинг, он будет по кд накапливать свои руны, по кд получать 65% демч редакшена, по кд хилиться своим топориком, и так далее, это класс, которому нужно доверять, на данный момент и я убежден, что люди, которые играют на этом классе, которые, ну я очень часто встречаю хейт этого класса сейчас, хоть это и ЗБТ, хейт того, что у нас вот, я и сам хейтил их, пока не попробовал играть, это, еще раз, очень взрослый танк, который просто специфически играется, да, наверное, проще будет взять паладина и иметь стопроцентную выживаемость в виде там кучи брони и так далее, но если вы хотите поиграть и бросить челлендж себе, поманеврировать между жизнью и смертью, то это ваш выбор, танк отличный, безусловно, отличный, ультимейты, спринт, то же самое, контемпт, это таунт, соло, таунт, слэм, штука интерапт, ну кик, такой же лип у него есть, как и у Дедешера, моккери, массовый таунт, и вайлдлайн какс, то же самое, замедление, почему вот у него такие ульты, я хз, у паладина в танке все же ульты были лучше, но по большему счету скорее всего будет использоваться либо массовый, либо соло таунт, лип, для того, чтобы прыгать куда-то, ну может быть интерапт, хотя я убежден в том, что интераптить танк не должен, должны интераптить дамагеры, кикать косты, вот, ну или спринт, чтобы бегать быстрее, хотя с бегом, если у тебя будет лип, проблем вообще не будет, кд в 22 секунды всего, прыгает он там, по сути, на пол карты, ну, то есть еще раз, как уже я один комментарий встретил на ютубе, Трислендовские классы сейчас это кот в мешке, потому что это за БТ, и как бы ничего не понятно, так вот, вот это реально кот в мешке, фишка танка в том, что тебе нужно поддерживать очень дофига стаков, то есть смотри, ты бьешь чилл страйком, он увеличивает дуал дефенс, и тебе нужно постоянно их обновлять, потому что они тикают, 6 секунд тебе дается, фишка также в том, что тебе нужно обновлять глансинг буст, который увеличивает, каждые 8 секунд тебе нужно его тыкать, глансинг буст это буст твоего стата, который в деф зашит, фишка в том, что тебе нужно вовремя прожимать обычный cyclone axe который дает тебе дэмэдж абсорб короче получается и тебе нужно вовремя нажимать frost strike который дает тебе дополнительные руны дополнительные руны тебе будут давать дополнительный дэмэдж редакшн и приколюха в том что это все нужно нажимать вовремя еще и следить за тем что ты делаешь на экране у себя когда у тебя лоха п нужно нажимать дес файт который позволяет тебе абсорбить потому что если нажмешь его просто так он даст тебе ну типа ничего вот я его нажимаю допустим хоп и если посмотреть по стату он не дает абсорб вообще никакого почти то есть сто сорок пять доп дефа и дэмэдж имьюнити на full hp если нажимаешь этот скилл на full hp как я выяснил ты не получаешь ничего потому что его еще раз нужно нажимать только тогда когда у тебя хп мало это сейф в отличие от паладина где ты можешь нажать себе какой-нибудь штучку которая допустим даст тебе сразу защиту и сразу тебя защитит твою жопу сразу спасет тебя от неминуемого какого-то жесткого удара то здесь нужно играть со смертью здесь нужно прожиматься вовремя так еще и шестерочка у него она просто дает ему возможность доп глансинга и доп глансинг эффекта то есть эта штука которая не дает тебе толком ничего если у тебя нет статов и наверное поэтому сейчас берсерк танк настолько плохо и настолько люди его не берут потому что его не берут не в гонках вооружений его не берут не в данжи в какие-то в топовые в рейды то есть большая вероятность того что если ты играешь на берсерке на збт тебя никуда не возьмут и я уже несколько раз регался в элитные какие-нибудь инсты вот мне сейчас нужно лайбрари элитный пронести которую я так и не пронес я уже 26 левела для для лайбрари я как бы великоват и мы идем и у меня люди часто левают просто видя что у них танк код но по факту это отличный танк который просто требует подхода если есть люди которым интересно играть именно играть с интересом ссори за тавтологию то этот класс для вас танк котейка это бис это просто офигенный очень интересный класс которому нужно найти подход здесь сложные комбинации как бы то ни было у тебя всего 6 килов до сложные комбинации еще раз здесь постоянное поддерживание стаков если человек играющий на этом классе немножечко подобосрался с поддерживанием этих стаков по он умер и вайпнул свою команду и это не минус а плюс минусом это разве что может быть для каких-то мобильных игроков так что вот такой вот котейка получился еще раз говорю это данные збт и возможно что-то будет меняться скорее всего некоторые классы будут кардинально изменяться но общее представление вы о них получаете спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на соцсети не забывайте поставить лайкос в конце если вы забыли в начале зайдите в группу вк поставьте лайкос под в комментариям озвучки ра потому что нам нужно больше грамотных контент креаторов в эту игру с вами был сильвес до новых встреч